Всем привет! Меня зовут Евгений. Мы по-прежнему в Санкт-Петербурге на мобайл-фесте. У нас в гостях Яна Кузьмина из компании Яндекс. Яна выступила с довольно интересным докладом на конференции о том, какие инструменты можно использовать в разработке, в том числе мобильной разработке. Расскажи в двух словах, откуда ты все это знаешь. И, может быть, поделись какими-то парой инсайтов о том, как разработчикам можно облегчить свою жизнь. Я рассказала доклад даже не с точки зрения разработчиков, а именно инструменты для продукт-менеджеров. То есть инструменты нескольких групп, исследования, прототипирования, документирования и так далее. Но продукты же в конечном счете общаются в том числе и с разработчиками. Да. Но тут в первую очередь мне было важно донести, что необходимо создать правильное видение продукта, правильно его донести уже до разработчика, чтобы разработчику было легче работать с требованиями, работать с дизайном, он понимал, что как устроено. И в данном случае будет и продукт, разработка идти быстрее, и продукт будет намного лучше, качественнее, и больше пользы будет для пользователя. А те советы, они помогают выстраивать эту коммуникацию между продуктом, который условно ничего не понимает в разработке, и разработчиками, которые ничего не хотят понимать в маркетинге и еще в каких-то историях. Лучше всего, если продукт что-то понимает в разработке. Если он ничего не понимает, я боюсь, тут будет очень сложно все-таки. На каком уровне? То есть он должен уметь что-то программировать, или он просто должен знать, что есть языки, и они разные? Честно говоря, я вообще не знаю ни одного языка, не написала в своей жизни ни строчки кода, и даже не понимаю, как это все устроено. Ну, то есть я понимаю, что есть разные языки, и на них пишут приложения. Но с точки зрения, наверное, как у менеджера, я понимаю, как устроен App Store, как устроено приложение, как устроена система Android, как устроен iOS, что мы можем сделать в приложении, что мы не можем сделать, и насколько все это будет трудозатратно. Все-таки надо разбираться в экосистеме, как работают внутри нее различные вещи, чтобы понимать, что хочется. Без этого никак, иначе можно нафантазировать то, что никогда невозможно будет воплотить жизнь. Понятно. И вот после того, как эти идеи и знания собраны, надо правильнее их отранслировать ребятам в свитерах и с бородой, которые потом превратят это все в продукт. Да, все правильно. После этого мы необходимо постоянно отслеживать метрики по продукту, KPI, сколько у нас пользователей, как и насколько они глубоко погружены в приложение, где мы находим, какие у нас рейтинги, какие отзывы. Правильно реагировать на фидбэк пользователей. Классический продукт менеджмент, когда надо следить за отзывом на рынке, да, и реагировать на то, что говорят пользователи о продукте. Да, да. А скажи, вот в Яндексе есть какие-то традиционные инструменты, или каждый продукт может использовать то, что ему ближе, то, что ему нравится? Ну, существует определенная демократия в этом плане, но есть ряд инструментов, которые используются по всей компании. Например, вот я рассказывал сегодня в докладе о Jira. Вот такой инструмент Jira. В ней работают, в принципе, почти. Да, все там начинают маркетинга, заканчивая разработчиками. Да, это на самом деле очень удобно. Я говорил в докладе, что если правильно ее настроить, правильно настроить с учетом бизнес-процессов, принятых в компании или принятых в отделе или в команде, этому инструменту цены нету. Всегда будете в курсе, ни одной задачи не будет забыто, все будет сделано, и просто конфетка. Здорово. То есть, ну, в компании существуют какие-то правила, да, которые при определенном успехе масштабируются на все продукты, на все процессы. Да, важно соблюдать эти правила, то есть договориться со всей командой, каким образом мы там заносим баги, таски, каким образом дальше мы делаем бэклог, делаем там план релиза и так далее, спринты. Ну, то есть, в принципе, вот такой вот элемент project management, мы договариваемся, дальше продакт может просто следить за этим бюджетом. Понятно, понятно. Много продуктов у Яндекса мобильных сейчас? Ну, на скидку так, сколько-то? Честно, я боюсь сказать точное количество, но мне кажется, что-то, наверное… Десятка, два? Мне кажется, да, пару десятков, наверное, так. Понятно. И вот вам удается вот, тем не менее, везде сохранять вот эти гайдлайны какие-то базовые, да? У каждой команды он может быть свой на каждом продукте, в каждом приложении. То есть, Jira можно настроить как угодно. Но это практически всегда будет Jira, тем не менее. Да, понятно. Если есть, если компания предлагает удобный инструмент, то как бы грехом не пользоваться. Зачем мы придумываем что-то свое? Интересно, да. А как… что вообще, вот, как тебе кажется, интересного на рынке сейчас есть? Из такого, что… ну, мобильном рынке, естественно, на что стоило бы обратить внимание? На самом деле сейчас очень много всего происходит. Как всегда, мобильный рынок изменяется очень быстро, очень часто. И каждый, наверное, месяц появляется что-то новое. Но сейчас, в последнее время, я заметила, что чуть ли не каждую неделю выходит на обзор анонс нового мессенджера. Постоянно, ну, был у нас недавно появился… На наш рынок вышел Line, вышел Telegram, вышел сейчас Pink, выходит еще несколько приложений. У меня такое ощущение, что… Это дополнение к существующему уже. Да, это дополнение к существующему. У меня такое ощущение, что сейчас вот как бы осень наступила, и пошли как-то грибной дождь, дождь мессенджера. Все хотят общаться. Как думаешь, Яндекс может разработать свой мессенджер? Ну, Яндекс может. Яндекс может. Я считаю, Яндекс может, в принципе, все сделать, да. Вот вопрос в том, что насколько это целесообразно и необходимо, это… Ну да, это правда, да. Это сильный вопрос. А как, может быть, поделишься секретом, как принимается решение о разработке нового продукта? Хороший вопрос, но, наверное, не смогу поделиться. Да, не смогу поделиться. И, безусловно, здесь проводится и аналитика рынка, и аналитика там конкурентов, собственных возможностей, собственно, там, политика, стратегия развития на будущее и так далее. То есть это довольно сложный процесс. Но в теории, тем не менее, ты могла бы прийти и сказать, ребята, у меня есть такая классная идея, давайте ее сделаем. Конечно, да. Это всегда приветствуется. Даже более того, то есть, ну, Яндекс старается всегда набирать таких людей, которые будут… Генерить. Да, генерить, создавать новые идеи, новые продукты, развивать существующие продукты и так далее. Понятно. Здорово. Спасибо большое. У нас в гостях была Яна из компании Яндекс, и она рассказала нам в двух словах о том, как устроены бизнес-процессы в этой замечательной компании. СПОКООНИЕ ВОРМ erson art Lexus. СПОКОНИЕ ВОРМ Продолжение следует...